2 апреля, 23.00 ровно, сзади меня здание городской администрации, Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался... Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что подразделения наёмников захватили Бахмут. Как он выразился, юридически. По словам Пригожина, военные ЧВК устанавливают российские флаги и флаги ЧВК Вагнер на административных зданиях в Бахмуте. При этом он подчеркнул, что западные кварталы города по-прежнему заняты украинскими военными. Украинские бойцы в ответ опубликовали своё видео. Кадры, предположительно, боёв в Бахмуте опубликованы без даты. На официальной страничке пограничной службы Украины в Фейсбуке. С подписью «Крепость Бахмут. Мы стоим». Официальный Киев, а именно пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, в понедельник заявил, что, цитата, «Бахмут – украинский город, они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого». Глава администрации президента Андрей Ермак назвал новости о юридическом захвате Бахмута фейком. Бои ведутся в самом городе, в том числе и вокруг здания администрации, утверждают в Киеве. Между тем, на штурм Бахмута Россия, помимо наемников ЧВК «Вагнер», бросила профессиональные подразделения десантников. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Моляр. «Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально», – написала она. Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении вновь заявил, что единственный способ остановить российскую агрессию – это военная победа Украины. «Есть только один путь – остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумщины до Нонбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет». В воскресенье Россия вновь атаковала украинские села и города. Зафиксированы обстрелы в Херсонской, Сумской, Донецкой областях. Так, город Константиновка Донецкой области российские силы обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня «Ураган», – сообщили в офисе президента Украины. «На самом деле в душе очень горько от этого всего. Страдают мирные люди, просто, даже не военные. Тут просто погибли обычные мирные люди. Насколько я понял, тут ни один человек погиб». В результате удара шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения. Тем временем в оккупированном российскими войсками Мелитополе взорвался автомобиль. В результате был тяжело ранен бывший глава пророссийской администрации посёлка Акимовка Максим Зубарев, сообщили в телеграм-канале назначенной Россией администрации города. А на въезде в город Авдеевка, в Донецкой области, который Россия больше полугода пытается окружить, а с начала марта ежедневно обстреливает, появилось чучело повешенного человека. Чучело похоже на президента России Владимира Путина. Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине в противостоянии российской агрессии. Польша передала Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29. Канцелярия польского президента Дуды сообщила, что 5 апреля в Польше ожидают с официальным визитом президента Украины. До сих пор зарубежные визиты Владимира Зеленского заранее не анонсировались. Это будет уже третья его зарубежная поездка с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Немецкий оружейный концерн «Райн Металь» заявил, что откроет в Румынии базу для техобслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб расположится рядом с украинской границей. Он будет обслуживать немецкие танки «Леопард», британские «Челленджер», БМП «Мардер» и БТР «Фукс» из ФРГ, а также военные грузовики, сообщает агентство «Рейтерс» со ссылкой на саму компанию. База начнет работу уже в апреле. Согласно новой совместной оценке, опубликованной в конце марта правительством Украины, группой Всемирного банка, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций, затраты на реконструкцию и восстановление Украины составляют 411 миллиардов долларов США. Оценка охватывает годичный период с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года до 24 февраля 2023 года. С Евгением Пригожиным так или иначе связан и теракт, как его сегодня квалифицировал Следственный комитет России, который произошел в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. В кафе, принадлежащем военному бизнесмену, во время встречи с провоенным блогером Валгеледом Татарским прогремел взрыв. В результате сам татарский погиб, более 30 человек получили ранения. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет России сегодня заявил, что теракт против татарского был спланирован украинскими спецслужбами. Киев свою причастность к теракту категорически отвергает. Сообщается также, что задержанный предполагаемый исполнитель Дарья Трепова, которая также является, по информации правоохранителей, активной сторонницей запрещенного в России фонда борьбы с коррупцией Навального. О том, что известно на этот час о взрыве в питерском кафе, в материале моих коллег. Это видео российский блогер Владлен Татарский снял в Большом Кремлевском дворце прошлой осенью. Там он праздновал аннексию новых оккупированных областей Украины. Именно тогда он записал слова, которые взорвали интернет. Благодаря подобным видео Максим Фомин, это настоящее ме татарского, был популярным у российских национал-патриотов. Его телеграм-канал насчитывает более полумиллиона подписчиков. Но теперь он сам оказался мишенью. Блогер был убит в результате взрыва в петербургском баре прямо во время встречи со своими поклонниками. Более 30 человек пострадали. Свидетели говорят, что татарскому подарили статуэтку, и буквально через несколько минут раздался взрыв. Российских СМИ тут же предположили, что именно в подарке была заложена бомба. Шахтеры туда-сюда, вот эта голова эта, золотая. Ну что-то. И поставили ее обратно туда. И они без задней мысли. И дальше продолжили. Он что-то начал дальше спрашивать. И вдруг взорвалось все, и дым. И дальше, знаете, как это, замедленные съемки. А мы сидели во второй части зала. Все побежали. И мы так, надо бежать. И мы и побежали. А те, кто были рядом, конечно, они уже там кровавы не убегали. Национальный антитеррористический комитет России в понедельник заявил, что убийство было спланировано спецслужбами Украины. Киев отрицает свою причастность. Во взрыве подозревают 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. Именно она якобы подарила статуэтку со взрывчаткой татарскому. Ее российские силовики назвали в пресс-релизе активисткой-сторонницей ФБК Навального. Наблюдатели обращают внимание на то, что бар, в котором был убит татарский, связан с так называемым поваром Путина и спонсором ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве на статью о теракте. Подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, как мы уже говорили, сегодня была задержана. Правоохранительные органы уже увязали ее с ФБК Навального, а также сейчас ведется розыск супруга Треповой, который подозревается в соучастии во взрыве в кафе и является членом незарегистрированной Либертарианской партии России. Еще следователи сообщают и о связи с неким журналистом. В общем, похоже, включены все составляющие, раздражающие власть. От оппозиционеров и критиков до медийщиков, радикалов и вражеских спецслужб. Будет ли воскресный теракт иметь последствия репрессивного характера для россиян? Об этом мой коллега Сергей Дик говорил с политологом Николаем Орешкиным. Ну, вот здесь есть человек живой. Из этого человека можно вытрясти все, что угодно. Что она работала на ФБК, что она работала на Украину, что она работала на марсиан, на египетских фараонов и так далее. Понятно, что девушка говорит по-видимому правду, что она принесла эту статуэтку. Это уже хорошая зацепка такая. Но натягивать на ФБК, мне кажется, совершенно несерьезно, потому что ФБК никогда не занимался терроризмом. Его бы хотели в этом обвинить, но это не его стиль. И у него нет таких кадров. И убийство – это не его специализация. А вот бандитские разборки, конкуренция, борьба за сферой влияния вполне по стилю похожа на вот эту самую ДНРовскую тусовку. Я вспоминаю еще какого-то персонажа, которого взорвали в кафе, кажется, «Ветерок» или с каким-то таким названием, «Подмосковый». Опять же, дали понять, что это происки украинских спецслужб, а потом история кончилась ничем. Здесь, я думаю, что они доведут дело до удовлетворяющего их конца, заставят эту девушку кого-то оговорить и таким образом представят более правдоподобную картинку. Но сомнения все равно остаются, потому что уж больно это похоже на то, что было раньше. И больно похожа реакция, быстрая, однозначная, с заранее предсказуемым виновным. Сначала Украина, потом ФБК. Но кого еще можно было назвать? Могли бы назвать Ходорковского, например, или Каспарова. В зависимости от того, кто им больше неприятностей доставляет. Судя по обвинениям, значит, больше неприятностей им доставляет ФБК. Тем временем Киев продолжает один за другим посещать высокопоставленные зарубежные гости. Сегодня ранним утром с необъявленным визитом в украинскую столицу прибыл министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хаббек. Посетить Украину он намеревался еще осенью прошлого года. Зимнее наступление России и усилившиеся удары по объектам украинской инфраструктуры, видимо, этому помешали. Сейчас Хаббек, заявивший, момент настал, до Киева все же доехал. Как пишут немецкие издания, в багаже министра экономики, рейтинги которого в Германии в последнее время серьезно просели, конкретные предложения по инвестициям. И о визите Хаббека, и о ситуации в Бахмуте, а также о том, как в Киеве комментируют теракт в Санкт-Петербурге, поговорим с нашим корреспондентом Анной Пшемыской. Она, как видим, с нами на связи из столицы Украины. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Маргарита. Анна, Германия после относительно замедленной реакции по оказанию военной помощи Украине в начале войны сейчас стала одним из локомотивов в Европе по оказанию и финансовой, и военной помощи. Сегодня, как заявил Хаббек, он приехал с конкретными инвестиционными предложениями. Скажи, что-то из них стало уже известно? Да, Марго, визит Хаббека еще продолжается, поэтому не все подробности, не все детали и результаты переговоров известны на данный момент. Однако, сразу могу сказать, что Хаббек начал свой визит со слов о том, что его приезд в Украину – это символ веры в то, что Украина победит, и в то, что страна будет восстановлена. И что Германия будет помогать Украине не только в момент беды, не только во время войны, а также хочет, чтобы Украина была сильным экономическим партнером и союзником в будущем. Хаббек и Зеленский посетили Черниговскую область, среди прочего, которая пострадала от боевых действий, которая была частично оккупирована российскими войсками в прошлом году. И уже можно сказать, что во время этого визита достаточно много внимания определялось именно восстановлению Украины. Также Хаббек говорил об энергетическом партнерстве между Германией и Украиной. И эта тема поднималась еще до войны, а после обстрела в энергетической инфраструктуре, после помощи, которую Германия оказывала украинской энергетике, этот вопрос еще более важную роль играет сейчас. То есть, также президент и вице-канцлер Хаббек говорили об энергетике, и, среди прочего, о зеленой энергетике и о том, как можно децентрализировать и расширить энергетическую систему Украины. И, я думаю, также о том, как уменьшить зависимость от российского газа, потому что об этом этот вопрос поднимался и раньше. Среди прочего, шла речь о том, что Украина и Германия будут иметь партнерство в водородной энергетике. Ну, какие конкретно результаты этого визита министра экономики Германии будут, мы вскоре, думаю, узнаем. К ситуации на фронтах. Основатель ЧВК Вагнер уверяет, что, цитирую, юридический город, то есть Бахмут взят. Киев это отрицает. Что вообще о ситуации в Бахмуте сейчас говорят в Киеве? Прежде всего, думаю, стоит отметить, что заявления Пригожина и раньше часто оказывались такими, которые не оправдывают ожидания российских патриотов. То есть и раньше вагнерцы заявляли о том, что они взяли под контроль те или иные украинские населенные пункты. Однако позже эти заявления не были особо ничем подкреплены и позже они оказывались неправдивыми, такими, которые не соответствуют действительности. В этом случае пока что со стороны Украины прозвучало заявление от представителя восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватова, который сказал, что битва в Бахмуте продолжается. Продолжаются бои возле городского совета в Бахмуте, в центре города. И пока что не идет речь о том, что украинские войска оттуда отходят. То же самое сказал представитель офиса президента Андрей Ермак. Он назвал заявление Пригожина фейком. То же самое сказала заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Она, процитируя, назвала заявление Пригожина забавной выдумкой. И даже в так называемой ДНР Денис Пушилин, глава так называемой ДНР, сказал, что не видит никаких признаков отвода вооруженных сил Украины от Бахмута. Поэтому пока что эти заявления ничем не подтверждаются. Анна, теракт в Санкт-Петербурге. А именно так квалифицировал Следственный комитет взрыв в петербургском кафе буквально за несколько часов до нашего эфира. Москва тут же связала его с украинскими спецслужбами. Упомянутый выше Пригожин, которому принадлежало кафе, и, по его словам, находящийся в якобы захваченном Бахмуте, предложил, что вряд ли здесь замешаны спецслужбы Украины. Скажи, как Киев комментирует взрыв в петербургском кафе, ну и комментирует ли вообще? Вот, кстати, у Зеленского спросили, буквально журналисты задали ему этот вопрос, буквально час назад, о том, как он видит эту всю ситуацию, которая случилась в Санкт-Петербурге. Он сказал, что он вообще об этом не думает, потому что то, что происходит в России, это дело России. И еще вчера советник главы все-президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к тому, что там произошло, к убийству Владлена Татарского, Максима Фомина, и также назвал это внутренними разборками внутри России. То есть Украина традиционно свою причастность отрицает. Хочу также добавить, что эксперты Американского института изучения войны также обратили внимание на заявление Пригожина и на его сомнения в причастности украинских спецслужб к этому теракту. И считают эксперты, что возможно, ну, один из вариантов, одна из версий, то, что таким образом могли дать сигнал Пригожину по поводу того, что не стоит критиковать власть российскую, не стоит критиковать действия Кремля так, как он это делает. То есть в Украине все говорят о том, что это внутреннее дело России и, скорее всего, это внутренние разборки между властными и провластными и оппозиционно настроенными кругами в России. Анна, наше сегодняшнее включение с тобой мы начали с необъявленного визита министра экономики Германии в Киев. Я не просто так подчеркнула необъявленный, просто дело в том, что сегодня стало известно, что 5 апреля, то бишь уже послезавтра, в Варшаву отправляется с визитом президент Зеленский. И это впервые, когда его визите за рубеж объявляют. Во-вторых, чем продиктована поездка, учитывая, что Польша всецело оказывает помощь Киеву, включая свои самолеты МИГ, о поставках которых сегодня было в очередной раз сообщено, а польские политики чаще других бывают в Украине. То есть вопрос, во-первых, почему объявили, и во-вторых, чем вообще продиктован визит Зеленского в Польшу? Действительно, это первый официальный визит Зеленского за границу с 24 февраля 2022 года. И это первый визит, который вот так анонсируется. До этого Зеленский также бывал за границей. Однако вот то, что первый официальный визит именно в Польшу, это, конечно, большой символический шаг, поскольку Польша – это самый такой надежный союзник среди всех западных партнеров для Украины. Между Польшей и Украиной самая тесная, наверное, связь. Поэтому именно Польша. Возможно, просто пришло время уже официальных визитов. Пришло время для того, чтобы Зеленский возобновлял традиционную свою дипломатическую деятельность, то есть в более традиционном формате. Польская сторона сейчас говорит о том, что они предпринимают все меры безопасности, то есть готовятся к этому визиту достаточно серьезно, делают все, чтобы он прошел без эксцессов. Сейчас уже известно, что поедет в Польшу не только Зеленский, но и первая леди Украины Елена Зеленская. И среди планов это обсуждение, это переговоры, прежде всего, между президентами, между Зеленскими и Анджеем Дудой. Это встречи делегаций, это также общение Зеленского с поляками и с украинцами, которые проживают в Польше. И также это обсуждение восстановления Украины, послевоенного восстановления Украины. Думаю, не обойдется и без того, чтобы обсудить военную помощь и потребности военные, потребности Украины. Однако уже анонсировалось еще раньше, что речь будет идти и об экономической помощи, и об восстановлении Украины. Это как раз то, с чего мы начинали разговор, и то, о чем сегодня Зеленский общается с Робертом Хабеком. Анна, большое спасибо. На связи из Киева была наш корреспондент Анна Пшимыская. Продолжение следует...